Всем привет! Меня зовут Илья. В этом видео мы с вами, дорогие друзья, поговорим о технике, о технических ошибках, самых распространенных технических ошибках при игре на бас-гитаре, которые совершают, как правило, новички, но и не только новички, а люди, которые где-то что-то пропустили, где-то не должное внимание уделили технической базе, игре на инструменте. Почему это важно? Почему это важная тема? Потому что, если у вас база плохая, техническая база не освоена, вылезают какие-то мелкие ошибки, вылезают какие-то ошибки новичков, то дальнейшая игра также будет плохая. Если база плохая, то дальше тоже все будет плохо, можно даже не смотреть. В этом плане я согласен с Фредом-гитаристом полностью в этой части. Также об этом говорит Скотт Скотт из Скотт Лессенс канала. То же самое про эту базу, которая крайне необходима. Сегодня у нас будет где-то 6-7 пунктов, которые я выделил самые важные, самые распространенные, самые такие, так скажем, режущий слух и самые нелепые ошибки, которые встречаются, технические ошибки, которые встречаются при игре на бас-гитаре. Поехали. Итак, цифра номер один. Отлетающие пальцы или летающие пальцы. Если мы, например, попросим новичка сыграть, взять в руки бас-гитару, сыграть какую-нибудь последовательную ноту определенную, с использованием одного или двух пальцев, скажем, хроматическое движение несложно, то получится у него следующая картина. Вместо того, чтобы у него пальцы будут сильно отлетать от грифа. Этой проблемой страдал и я в свое время, где-то первые месяцы игры. Это неизбежно, потому что игра на инструменте – это неестественное для человека род занятие. Ему приходится тренировать мышцы, тренировать руки, привыкать к этому, играя упражнения банальные, технические, особенно новичкам это важно, тренируя руку. Сразу у вас никак не получится правильная постановка, потому что мышцы не развиты, рука не развита, так скажем, мышечной памяти еще нет. Это у профессионала, уже там спустя десятилетия, он даже не думает об этом. У него на уровне подсознания, на уровне мышечной памяти, на уровне костного мозга просто уже пальцы сами знают, как надо давить. Мозг сам знает уже автоматически, человек уже не думает. У новичка, естественно, такого нет на тренированности. Поэтому у него будет вот это вот из-за слабости руки, передавливание и отскакивание, соответственно, пальцев. Также к первому пункту можно отнести так называемое качелье. Как это выглядит? У новичка это может выглядеть вот так. Когда у нас один палец переваливается на другой. Это тоже распространенная ошибка новичков, неправильная абсолютно. Здесь могу посоветовать, опять же, для того, чтобы закрыть этот первый технический, первый пункт технически наш, такое упражнение. Скажем, возьмем указательный палец, поставим, ну, на до, например, и играем такое упражнение. 1, 2, 1, 3, 1, 4. 1, 3, 1, 2, 1, 3 и 1, 4. Все пальцы. Не вот так вот, вот такие вот качели, а именно минимальный отрыв пальцев. Немножко его уводим вниз, а не от гитары, немножко вниз. Каждый палец на своем ладу готов уже извлечь ноту. Вот такое вот упражнение можно поиграть. Если, опять же, вы новичок и вы страдаете вот этими вот отрывистыми отлетающими пальцами, такое упражнение поможет вам продвинуться немножко вперед. Цифра номер 2. Когти тигра или пальцы крючки, как вам угодно. Если, например, опять же, дать новичку бас-гитару в руки, который недавно взял инструмент, у него в правой руке может быть такая ошибка. Он может сгибать вот так вот пальцы, вот эти вот, которые мы извлекаем звук. Вот таким образом, как бы какие-то, я не знаю, как это можно назвать, какие-то типа когтей что-то, да, вот. И получится вот такая вот штука. Вот таким образом. То есть слишком сильный изгиб пальцев, они превращаются в крючки, игра от гитары, хотя надо в гитару играть, соответственно, да. Пальцы максимально у нас прямые, здесь, ну, в зависимости, конечно, от физиологии, у меня пальцы короткие, у меня, в принципе, они вообще прямые практически, я их не сгибаю. Есть люди, у которых длинные пальцы, они чуть-чуть сгибают, но не такой степени, конечно. И опять же, игра у нас в гитару, то есть мы, если прижмем, например, левой рукой струн, у нас щелчок здесь четкий. Не такой, а вот такой вот, соответственно. Здесь я рекомендую просто посмотреть этим людям, кто совершает эту ошибку, посмотреть какие-то концерты, видео, посмотреть, как бас-гитаристы играют, да. То есть и не сгибать сильно вот эти пальцы, играть в гитару, а не от гитары. Третий пункт самых распространенных ошибок, это когда левой рукой музыкант зажимает не у самого порожка, а где-то в середине лада или еще хуже, в самом начале лада. Если мы, например, будем прижимать вот здесь, вот, скажем, ноту ре, то вот эта часть струны, которая до порожка идет, она начнет фонить, начнет издавать звуки, трески, особенно на бас-гитаре, потому что струна толстая, она довольно-таки обертонистая. Так, соответственно, если человек начнет, вот видите, я даже вот извлекаю, и у меня сразу треск. Вместо того, чтобы извлекать вот здесь правильно, люди извлекают где-то вот тут, и начинается треск. Соответственно, это неправильно технически. При таком звукоизвлечении, при таком, в этой положении извлечении ноты, естественно, никакого чистой ноты, чистого звука не будет. Будет дребезг, фон, какой-то зуб постоянно, какие-то лишние звуки. Соответственно, это тоже одна из самых распространенных новичковых ошибок. Четвертый пункт это поднятое зажатое запястье Когда новички поднимают и прижимают вот так максимально близко запястье к грифу Такое, не знаю, может это от гитары пошло, не знаю Но при игре на бас-гитаре это абсолютно неправильно У нас здесь мы, во-первых, не сможем нормально разжать пальцы Если мы так прижмем, зажмем руку, во-вторых, рука начнет болеть Это неправильно Соответственно запястье всегда должно быть опущено вниз вот таким образом Не вот так вот, не поднят, не прижат, а именно вниз Это можно проверить между большим пальцем и вот этим указательным Здесь должен быть воздух То есть должен пролезать палец вот здесь, вот видите, вот он То есть здесь должно быть какое-то пространство В разных положениях грипа оно может быть меньше-больше, но это пространство должно быть Соответственно правильное положение запястья это у нас опущено вниз Можете проверить, например, если у вас опять болит рука У вас как-то, не знаю, не хватает выносливости в этом плане Чувствуете зажатость, какие-то дискомфорты левой руки Проверьте, есть ли у вас вот здесь вот, так скажем, пространство И правильно ли у вас работает запястье Даже можно проверить, если мы вот так вывернем запястье То мы не сможем даже пальцы раздвинуть, очень сложно будет Если мы вот так раздвинем, соответственно, прямое запястье, пальцы нормально двигаются В таком положении у вас не будет ни растяжки, будет болеть рука Соответственно, смотрите, чтобы не было, работало правильно запястье Это четвертый пункт Цифра номер пять Это дерьмовое глушение струн правой рукой Это один из самых сложных технических приемов на бас-гитаре Самых сложных для усвоения Естественно, новички от этого страдают Никуда от этого не деться, за этим надо следить Когда у нас неправильно работает большой палец Например, у меня всего три позиции Это я обычно играю либо на датчике, вот на первой позиции Потом у нас есть позиция четвертая струна и третья струна На вторую я не опускаю никогда И даже когда я играю от датчика, у меня все равно лежат вот эти пальцы, они глушат Если я здесь не могу глушить правой рукой, у меня левая всегда помогает То есть левая работает в союзе с правой всегда Это довольно сложно, за этим надо следить Это не сразу получится Не стоит нервничать, если вы новичок, например, у вас это не получается Лезет грязь, какая-то фон, струна заводится, играет слэпом, все фонит, трещит, зудит Это не избежать Это нужно... Единственный способ я могу посоветовать Это, во-первых, следить за своей правой рукой и записывать себя Это самое главное Постоянно себя записывать на компьютер дома с барабанами и слушать Сольно слэп, где у вас вылезает грязь, анализировать И это как бы устранять, естественно Если вы хотите продвинуться в плане техники, естественно, вы слушаете это, анализируете и устраняете Запись, записывание себя Это самый, наверное, лучший прием Не все люди себя записывают, на самом деле, это очень плохо Многие люди, например, музыканты, бас-гитаристы, они играют исключительно на концертах Такие концертные, так скажем, музыканты И у меня такие знакомые есть, они практически не записываются дома Но они играют на концертах Какие-то крутые концерты дают и так далее Собирают народ, но Как бы потом на записи все это вылазит Если на концерте это не так слышно, но при какой-то чистой записи, естественно, все это полезет То есть здесь могу посоветовать Контроль, большой палец, три положения, датчик Четвертая, третья струна Соответственно, постоянный контроль У новичков также часто бывает, они просто Большой палец еще мертвый, он вообще никак не играет всегда То есть вот таким образом, тоже это ошибка Большой палец должен быть подвижным и контролировать Левая рука тоже помогает глушить струны, не только правой Соответственно, я рекомендую за этим следить За большим пальцем, передвигать его, играть медленно Если, например, тяжело его контролировать Вы, например, новичок сосредоточен на извлечении нот Как правильно ноту зажать, где она Естественно, на правой руке уже начинает сбывать И тут начинает вылезать вся грязь Соответственно, советую, да, записывать Делать помедленный темп и следить Переставлять этот палец, там, сыграли, переставили Сделали паузу, соответственно, за этим следить Если за этим не следить, даже если вы играете миллион лет Полезет грязь, и даже я иногда сталкиваюсь Записываю рифы, это, о, тут грязь надо переписать То есть, опять же, я понимаю, вот здесь надо подглушить В зависимости от партии, да, то есть Опять же, левая рука работает с правой Пункт номер пять, вот эта грязь, это тоже довольно-то сложная Одно из самых сложных технических элементов При игре на бас-гитаре Последняя цифра на сегодня, цифра шесть Игра без динамики, опять же, максимально свойственна для новичков Это и понятно почему, потому что Внимание сосредоточено на другом, там, как бы тут ноту извлечь Правильно, как бы попасть по струне Как бы здесь не полезло какой-то там мусор Опять же, все это надо глушить Естественно, новичок о динамике никакой не думает Но, опять же, почему я выделяю, потому что Это максимально свойственно Можно определить сразу игру Играет, например, человек-новичок, пассаж Играет человек-более опытный пассаж То есть у новичка будет, к примеру, вот так Даже не так, вот так Как бы та-та-та-та-та-та Все одинаково А у более опытного будет, опять же, вот так вот Как будто на малом барване Представьте, что вы играете дробь Какой-то парадидлы И у вас, соответственно, все дышит И ваш пассаж звучит музыкально Не просто как робот Даже люди так не разговаривают Они, как правило, выделяют какие-то там Выражения, акцент Какие-то слова там Подчеркивают, где-то матерятся и так далее То есть какие-то эмоции Никто не говорит, как робот Это, соответственно, здесь тоже Мы не играем просто вот так вот А мы играем именно Выделяем нотки Опять же, это с опытом придет Это не сразу У всех новичков, опять же, отсутствует динамика, как правило Но за этим тоже я рекомендую следить Для того, чтобы прокачать свою динамику Я новичкам могу порекомендовать такое упражнение Когда мы играем под метроном 16 ноты И поочередно мы делаем акцент На 1-16, на 2-16, на 3-16 и на 4-16 Соответственно Все это нон-стоп В реал-тайм, так сказать Включаем метроном Вот таким образом А на этом сегодня все Спасибо вам за просмотр Надеюсь, это видео поможет и пригодится новичкам Исправить технические ошибки Как можно быстрее освоить базу И дальше их не совершать, естественно Также и опытным музыкантам Я думаю, тоже это будет не лишним Вспомнить базу Вспомнить основу Как говорится, основа есть основа База есть база От этого никуда не деться Это очень важно Подписывайтесь обязательно на канал Не забывайте ставить колокольчик Обязательно пишите комментарии Заходите в мою группу ВК Подписывайтесь обязательно на Boosty Потому что это очень помогает Мне и моему каналу функционировать В общем, спасибо еще раз за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok